Да, мы требуем от россиян, коль мы в союзе, и во втором Евразийском экономическом союзе, давайте придерживаться принципов, которые мы выработали. Это же не дело, когда премьер-министр России, мой хороший друг, товарищ, приезжает на КамАЗа и говорит, ну раз белорусы отказались нам продавать какой-то завод, ну давайте мы на КамАЗе это производство организуем. Ну а как понимать нашу договоренность о том, что мы не будем создавать альтернативное производство? И что значит, раз не продали МЗКТ, мы будем у себя организовывать. Да кто против продажи? Дорогие мои, это касается всех. Мы за. Да, и я руководству России откровенно в последних переговорах сказал, это в ваших интересах, это обороноспособность страны, вы перевозите ядерное оружие на этих шасси, и создать это, это надо деньги и много времени, школа. Зачем создавать? Хотите купить? Покупайте, раз ваш интерес. Но и у нас есть интерес в России. Например, мы 22 миллиона тонн примерно, 20 покупаем нефти у вас. 25 миллиардов кубов газа. Хорошо? Вы нам взамен передайте, продайте месторождения, чтобы мы могли добывать 10 миллионов тонн нефти у вас. Ведь мы много в советские времена сделали, знаете, Лангебас и другие там, я уже не помню, места, где мы строили, добывали нефть в России, как в одной стране, в Советском Союзе. Давайте договоримся, вы нам помогаете в этом плане, мы вам помогаем, идем навстречу в этом. Почему нет ответа? Догадайтесь сами.